Прикрыв боксировку поврежденного танка Экипаж прикрывает пехотинцев, приступивших к зачистке последнего дома автострады. Командиры предположили, что там может быть очередной тоннель боевиков. Танки скрывают пехотинцев дымовой завесой и прикрывают пулеметным огнем. Танки скрывают пехотинцев. Поступает сообщение, что пехотинцы засекли передвижение боевиков за Мальки. У стоящего слева танка повреждена трансмиссия. Он не может нанести удар по замеченному скоплению боевиков. Продолжение следует... Из-за интенсивного применения термодымовой аппаратуры на камере образовался конденсат дизтоплива. Проще говоря, дымовая завеса это солярка, опускаемая в выхлопную трубу и на выходе получается туман. Ветер направил этот туман на камеру и она сначала запотела, а потом и покрылась слоем дизельного топлива. И картинка ушла в расфокус. Когда пехотинцы сообщают, что снова заметили боевиков, танк выдвигается и наносит удар по замальке. Поврежденный танк остается как стационарная огневая точка для ведения огня по боевикам в замальке. Экипаж первого танка движется вперед, чтобы нанести удар по обнаруженным боевикам. К сожалению, камера потеряла возможность снимать четкую картинку, но события, развернувшиеся вокруг экипажа, должны войти в летопись этой войны. Поэтому, несмотря на качество, мы включили эти кадры в фильм. Моя съемка сверху часто обрывалась, так как маячить в окнах чревато. Если б нас засек снайпер боевиков, то мое желание получить хороший кадр могло стоить жизнью всем находящимся на этаже. Продолжение следует... Танк, подойдя к позициям боевиков, сразу подвергся обстрелу снайперов. Их целью служит оптика командира экипажа. Их целью служит оптика командира экипажа. Танкисты из пулемета расстреливают появляющихся в просветах окон боевиков. Экипаж обнаружил позицию, направил танк для нанесения удара по террористам. Танкисты заметили боевика с гранатометом и начали наводиться. Боевик, видимо испугавшись, поспешно выстрелил, и граната взорвалась, не долетев до танка. Ответный выстрел не оставил шансов уйти безнаказанным. Танк берет под контроль это направление. Стало ясно, что это важный участок обороны боевиков, и они должны попытаться вытащить тела убитых. Заметив движение, еще один выстрел. Внезапно, слева, со стороны Замальки, по танку бьют из противотанка. Заметив движение, по танковому орудию. Экипаж, слава богу, не пострадал. Выстрел повредил маслопровод, и масло стало заливать башню танка и нашу камеру. Танк, получив повреждение, потерял возможность двигаться. Танкисты решают не покидать машину. Они бьют по Замальке, а потом разворачивают орудие и бьют по позиции боевиков. Замалькисты решили Это был последний снаряд. Экипаж остался без снарядов и патронов. Танкисты сообщают, что они видят боевиков с РБР. И капитан хватает пулемет, указывая пехоте, куда вести огонь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. В Замальке была засечена активность боевиков. По ним наносится удар. В здании, откуда был произведен выстрел по танку, расстреливается артиллерией. Когда из-за вытекшего масла танк заглох, экипаж остался безоружным перед расчетами боевиков, которые собрались для уничтожения танка. Как рассказали нам танкисты, они видели, как у одного из боевиков не сработал РБР. И он начал менять гранату. Члены экипажа не боялись смерти, но уповали на Бога и на товарищей.